Мир, привет! Как вам такой масштаб? Смотрите, какая красота вокруг! Расслед буквально был минут 20 назад, так как его не видно, затянуло облаками и не мешает нам чувствовать его силу. Это прекрасно! Сегодня у нас 64-й день марафона. Идем к успеху дышать, становимся самыми крутыми и сегодня мы будем разбирать наши проекты в состоянии. Тема называется «Сила в состоянии». Сейчас, как обычно, будет зарядочка и максимально зажгем. А пока насладитесь вот такой вот красотой. Вот этим вот масштабом, тут, кстати, плохо видно. Сейчас давайте перебежим на дорогу, переведем. Машин нет на мосту, и мы сейчас это увеличим в момент и посмотрим на эту красоту. А тогда мы где-нибудь на спуске займемся. Все потрясано. Это просто шевелая. Давайте. Ух, вот опять. Да, дырка и дырка. Дырка не хочет показывать, но тем не менее хочет. Вот фокус сместился. Нужно попробовать, попробовать переключить. Вот, но все равно классно. Еще раз 5 и 7. Фокус сместился. Ничего страшного. Вот такой вот масштаб на широкий угол. Сейчас зарядочка и максимально зажгем. Поехали. Рой, это просто Рой. Решил на берегу зарядочкой заняться. И, ну, я напшикан. Ну, я-то руки и ноги попшикал. А зарядкой я снимаю майку. И вот они, короче, вокруг меня. Такой стаи. Я смотрю, и такое просто кишит. Настолько все много. И они прямо вот... И рядом вот, наверное, увидятся, да. Что за мной сейчас там творится. Они в меня влюбились. И я нравлюсь. И это не может не радоваться. Везде есть свой позитив. Главное его искать. Вот такая красота. Меня сейчас окружает. Вот это болото. Когда-то недавно, может, месяца назад здесь был. Паводок очень сильный. Вот это болото, это и, скажем так, самое такое гнездо вот таких вот всех мошек. Вот поэтому. Поэтому как-то так. Тем не менее. Тем не менее. Эти мошки помогают миру, животному там, миру насекомых, расти. То есть они являются питанием для очень многих видов, там, каких-то животных. Я изучал. Ну, задался вопросом. Какую животную... Ну, вред-то они приносят. Понятно, там, кусаются. А какую пользу они приносят? Оказывается, они пользу приносят даже больше, чем вреда. Потому что, если бы не было мошек, нарушился бы общий там обмен развития животного, там, насекомого мира. Мир птиц и так далее. Почему птицы, которые щебечут, они вот питаются вот этими мошками. Ну, не все, но есть. И животные тоже. Вот так вот. Ну что, друзья, поехали. Поехали. Сила. Сила. Ха-ха. Сила. Просто сила. Да. Просто сила. Вчера общаемся с супругой. Он на какой-то сайт на Крабру вышел. Потому что наше состояние... Ну, вообще, если сейчас начать, значит, немножко издалека. Чуть-чуть дальше. То... Произошла вчера цепочка событий, которая просто и создала вот эту вот тему. Потому что я сейчас вам буду говорить. Я разговаривал с человеком, который со мной поделился информацией, что... Вот у него клиенты. Он делил клиентов и разговаривал с каким-то там мудрецом. Ну, более мудрецом, да. У меня вот есть хорошие такие клиенты, которые приносят много. И есть такие вот плохие. Которые там за копейку душиться там вообще ничего не приносят практически. То есть... Ну, я как бы не смотрю на них. Я... Это самое... Ну, они плохие мне не нравятся. Я начинаю... Я такой вот... Это вот хороший клиент. А это плохо. И фишка в том, что этот мудрец в ответ ему сказал, что вселенной ты даешь сигнал вселенной, что мне это не нравится. Мне такие клиенты не нравятся. И у тебя, получается, когда ты даешь сигнал, у тебя вырабатывается твое состояние. И оно начинает вибрировать на этой частоте. И самое интересное то, что после этого еще больше становится таких же клиентов. Которые тебе не нравятся. Понимаешь? Потому что ты испытал состояние. Эмоциональное, сильное эмоциональное состояние. И оно к тебе пришло через такие же ситуации. И вот этот инсайд, он относится не только к каким-то продажам. В большей степени он относится вообще ко всей нашей жизни. Потому что любой конфликт в семье, любой конфликт с окружением, там, любая ситуация, которая произошла, она вызвана вашими состояниями. Вашим состоянием и состоянием того человека, с кем у вас конфликт. С состоянием тех людей, которые в этот момент окружают. Все собираются в одном месте. Понимаете? Это очень важно понять. Что мы, имея наше состояние, создаем вокруг себя окружение, окружаем нас теми же людьми, теми же событиями, которые нам подтверждают это же состояние. Подтверждают. Снова и снова и снова и снова. Самое важное, что даже если настолько это все глобально, что любая трагедия глобального масштаба происходит с людьми, у которых это состояние прописано. То есть это состояние, которое они, точнее этим своим состоянием, они притянули эту трагедию. Сколько вот фильмов было, да, и передач, и прямых этих трансляций, что в момент, в последний момент ты не купил билет на самолет и так далее. Вот. И ты по этому как бы остался. Вот. Здесь важно понимать, что это состояние, это как сила энергетическая очень сильная. И она работает только, всегда работает, увеличивая магнит, магнит. Твое состояние – это магнит. И ты, испытывая ту либо иную эмоцию, притягиваешь те или иные события, которые вызывают еще больше тех либо иных эмоций. Это говорю каждый день. Ну, с периодичностью. Так вот, сила состояния очень важно понимать и определить для себя, как реагировать на ситуации. Потому что, когда ты, когда в твою жизнь пришла ситуация, которое должно якобы вызвать у тебя какие-то чувства раздражения, ненависти, злости, а зная об этом законе, о этой силе состояния, ты себя изолируешь от этих эмоций. То есть, не вызывается у тебя отрицательная реакция на ситуацию. Не вызывается. А вызывается либо положительная реакция, либо озадачливость. То есть, как это решить? Ну, все окей. А решение задач – это что? Это опыт. Поэтому, как решить ситуацию негативную, да? с позитивной точки зрения. Как отреагировать позитивно? А вот так, что это не проблема, это задача. И пройдя, реша эту задачу, ты наберешься опыта, который тебе поможет в будущем избегать, либо не совершать, либо еще так далее и тому подобное этой ситуации. Ты понимаешь? И это суперпозитивный факт. Ты набираешься опыта, ты становишься опытнее. И мало того, ты набираешься, как ты еще можешь делиться с окружением этим опытом, посоветовать кому-то также в этой ситуации – это вообще феноменально. И вот это самый важный момент в развитии. В развитии своего состояния. То есть в реакции из любой ситуации можно выцедить позитив. Можно на любую ситуацию отреагировать с любовью, с счастьем. На любую ситуацию. Проводя цепочку в свою мозгу – ага, проблема. О, нет. Задача, решать которую я стану опытнее и поделюсь этим опытом с другим и помогу еще кому-то также задачу решить. Вообще круто. Любая ситуация, везде есть позитив. Нам важно реагировать правильно на ситуацию, не вызывая отрицательных эмоций. Потому что мы-то знаем, что как только мы реагируем отрицательно, мы выбрасываем отрицательную энергию наружу, что нам это не нравится, это плохо. И на тебе еще по щелчку еще больше придет таких ситуаций. Сколько мы знаем, что вот если ты постоянно опаздываешь, и ты думаешь, блин, как это плохо опаздывать, не хочу я опаздывать, боже мой, не хочу, не хочу, не хочу. Нет. На тебе еще таких больше опозданий создаются ситуации, где ты еще больше задерживаешься, опаздываешь и так далее. Или же там где-то ты встал в очередь. Стоишь там, блин, мне не нравится очередь, как это ужасно стоять в этой очереди, не хочу. Нет. На тебе еще больше состояния, где ты будешь стоять в этой очереди. Кстати, вот очередь это пример из фильма «Секрет». Фильм, который вышел еще в каком-то там далеком-далеком, по-моему, 2003 году, или может быть, ну, точно или 2001-2003, в общем, 20 лет ему уже. Фильм, и там раскрываются эти тайные секреты. И это знать, это понимать, это феноменально. И зная это, мы можем управлять своей жизнью, управлять своим будущим. Вот научиться просто понимать. Поэтому, друзья, применяйте эту силу, применяйте состояние, реагируйте правильно на любую ситуацию, чтобы в будущем почувствовать, чтобы в будущем пришел успех. Так, чтобы состоянием своим мы увеличим, увеличим свои энергетические потоки. Вот эти вот позитивные, такие классно увеличили. в будущем. И притягиваем еще больше крутых событий. Еще больше крутых возможностей и свершений. конечно же, это повлияет на наши самих мужчинских. Всех, всех обнял, всем поздно зрения и до новых встреч. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok.